всем привет привет и это видео сегодня будет от меня от лилии донсковой для всех кто просил показать как убирать темные круги под глазами и как рисовать красиво стрелочку мы сегодня с вами сделаем такой легкий нежный летний макияж и посмотрим разные фишки и мне будет помогать мои любимые кисточки ну что поехали я уже сделала уход за кожей лица как положено очищение тонизирование сыворотка крем для глаз отдельный крем для лица и следующий этап это я нашу праймер из серии the one его код сейчас скажу 33709 мне он очень понравился поэтому я его прям рекомендую я беру маленькую капельку этого праймера он нужен для того чтобы подготовить кожу к нанесению тональной основы чтобы тон лег идеально чтобы он был ровненький гладенький и наносим его тоже кисточкой беру плоскую кисть и аккуратно распределяю по всему лицу особенно обращаю внимание ты за на т-зону ты зону и где наибольшее количество у нас пор неровности какие то если есть вот эту каплю я распределила на все лицо и лоб тоже затронули все пока сохнет я подбираю тональную основу как выбрать правильный тон тоже покажу вы берете маленькую капельку тона 1 берете другой тон сразу если вы сомневаетесь потому что кожа может быть сейчас под загорает быстро идет процесс наносим вот на эту зону рядышком второй тон и вот мы смотрим я в зеркало смотрю вы на меня вот тот тон который исчезнет или он будет чуть светлее знаете как на чуть-чуть посветлее чем основной тон кожи мы его и возьмем для того чтобы лицо выглядело более свежим и молодым остальное мы доработаем пудры и румяными то есть вот я смотрю мне кажется достаточно хороши оба второй больше нравится мне кажется светлый более слишком светлый поэтому я беру второй оттенок сразу каплю одну выдавливаю и беру мою любимую плоскую такую набивную пушистую кисть набираю прям вот тон 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 в нее набиваю и начинаю распределять легкими порхающими движениями мы готовим все лицо как холст как художник грунтует холст мы с вами должны подготовить лицо особенно чем более торжественное у вас мероприятие планируется тем идеальнее должна быть кожа чем ярче вы будете делать макияж особенно макияж губ тем идеальнее должен быть тон кожи об этом помните проходим всю область вокруг глаз подбородочек также губы тонируем и смахи то есть на шею чтобы не было таких четких линий мне надо наблюдать девчонки ходят как в масках прям вот нанесли четко 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 тут темное тут пошло белое синее все тон мы закончили далее мы с вами проверяем все хорошо далее я беру корректор и сейчас я вам покажу такой лайфхак то есть я буду использовать корректор из серии giordani gold и нужна обязательно такая плоская жесткая кисть такая например и вы должны найти источник откуда идет темнота или синева у меня видите где источник вот это вот венка синенькая она дает тень под весь глаз то есть если мы вот это спрячем то тут в принципе все хорошо вот оно самое место как коварное которое мы с вами должны спрятать я набираю на кисть корректирующие средства и перекрываю тоном так вот прям прихлопывать только вот эту вот венку которая делает всю вот эту бяку и в принципе дальше я не лезу смотрите сразу видно разницу есть мы убрали источник синевые и убралось все круто вот используйте следующий глаз то же самое убираем источник все сразу глазки выделились кожи помолодела посвежела да и пиксис легко и просто нет перегруза косметикой или какого-то стресса следующий шаг нам нужна кисть для пудры и румян я использую пудру тоже за ванн профессиональная серия мне понравился оттенок как раз такой темненький самый темный в этот раз взяла кстати вы еще успеете его заказать если будете делать заказ сегодня или завтра я набираю пудру чуть-чуть ее постучала для того чтобы она распределилась виде и наношу аккуратненько везде везде пудра можно носить двумя способами просто вот мы ее распределяем либо как облачко легкое воздушное либо мы набираем много-много пудры и делаем такое припечатывание то есть прям можно даже кисточку сжать и вот так вот пройтись запечатать тогда макияж будет более такой плотный стойкий и в этом в принципе нет необходимости потому что у нас вышел фиксатор макияж но я все равно вам покажу потому что может быть не у всех есть фиксатор то есть мы пудрой запечатали макияж следующее что я делаю это я работаю с бровями а нет не с бровями подождите с румянами берем румяна правда я кисть забыла но я возьму эту же кисть румяна серии giordani gold мне очень нравится этот код правда не видно 33166 кажется так натуральной бронзы мне очень нравится на такие спрессованные это шарики но они вот спрессованы я набираю немного румяна стучу также чтобы они распределились и не были одним пятном прикладываю отпускаю прикладываю отпускают из немножечко часть не модно слишком яркие румяна не модно вот эти четкие они должны быть легкие как бы намек на то что я румяна и свежа далее берем намек тут румяшечка если переборщили возьмите пудру и растушуйте сверху пудрой остатки на носик на подбородок тень кидаем ну и в общем то все так далее нужно будет такая четкая скошенная кисть тонкая то если вот ее хорошо посмотреть очень крутая кисточка для работы с корректирующим средством такой у меня корректор уже заканчивается он от этого не становится хуже и немножечко мне там поклонники под окнами стоят смотрят фанаты и немножечко я прохожу основание брови более светлым оттенком смешиваю его чуть-чуть темным рисую бровь но в принципе не требует сильной корректировки то есть я не люблю когда брови слишком видно что они прям накрашены или слишком шире чем они есть натуральные но мода диктует нам что брови должны быть все-таки широкие пушистые поэтому я основной акцент провожу под бровью чтобы ее расширить немножечко и завершаем такой хвостик смотрим что можно подкорректировать еще вот видите разницу две минуты до бровь шикарная ну я конечно делаю все очень быстро расчесали посмотрели где добавить где убрать сначала бровь обычно расчесываю сегодня делаю наоборот как говорится поспешишь людей смешишь и вторую бровь делаем по образу и подобию первой чтобы они были максимально схожие и сейчас кстати вышли трафарета для бровей я не пробовал но кстати очень хвалят девчонки кто себе выписали трафарет с такими симпатичными бровками ходят хвостик завершили посмотрели расчесали потому что мне кажется у меня это бровь получилось чуть более темная но когда мы расчешем то видно что они в принципе одинаковые макияж бровей готов иногда справили лучше говорить провести больше времени чтобы они получились просто идеальнее далее беру хайлайтер это тоже серия giordani и немножечко делаю под бровью прохожу над бровью этот хвостик чтобы он был идеальный хвостики сразу прокладываю немножечко блеска вот на это место чтобы убрать какие-то признаки усталости может быть недосыпа капельку мы прокладываем на переносица и обязательно вокруг губ смотрите какие сразу становятся аппетитные губки на то есть они как бы выделяются этот блеск дает вообще какое-то чудо все проложили немножечко хайлайтера и теперь как раз мы будем делать глазки давайте начнем с теней я хочу сделать светлый такой легкий макияж я оделась такой нежный нежный наряд поэтому я беру светлые тени тоже серии зван забыла показать но я их очень люблю они матовые такие прикольные тени удобная очень кисточка я снимаю сразу излишки кисточка практически полусыхая и наношу только на подвижное веко все аккуратненько если лишнее нанесете не страшно аккуратненько века становится раз такой гладенькая симпатичная вот берем пушистую кисточку и тушуем лишнее второй глаз опять набираем немножечко лишнее снимаю сразу какой глаз становится светлый такой светлый выразительный и делаем то же самое я много делал можно с эти два слоя делать эти тени чтобы более яркий получился макияж то есть это по желанию и по настроению вот а теперь мы с вами поработаем самое интересное будем делать стрелку я использую гель подводку черную серии giordani gold какой же у нее код хочется вам сказать все вижу 33 668 классная подводка я кстати ее испытываю постоянно к ней нужна специальная кисточка я приобрела вот такую кисть смотрите она изогнутая с острым кончиком мне очень понравилось с ней с ней сотрудничать немножечко набираю подводки прям капельку и начинаем с не сначала потому что здесь может быть много цвета взялось а кладем сразу на дальнюю часть вид как ложится ложим ее прям влюбилась и аккуратненько подбираемся к внутреннему уголочку глаза можно поморгать сразу смотрите глаз начинает выделяться очень хорошо вот кисточка конечно я прям восторг привела и рисуем хвостику смотрите я довела до конца вот как пошел глаз ниже опускаться останавливаюсь и рисую хвостик чуть-чуть вверх то есть нам надо его вот сюда нарисовать иначе у нас глаз будет как будто опущенный как у пьеро и здесь мы делаем соединительное движение чтобы линия была плавная гармоничная и эта кисточка позволяет нам сделать такое чудо все стрелочка готова если вы никогда стрелки не рисовали то вам просто нужно быть чуть-чуть попрактиковать рисуем то же самое на втором следите чтобы стрелочки были одинаковые чуть-чуть добавляю краски и делаем соединение проверяем на одинаковость вроде бы одинаковые да и тут у нас идет следующее движение подводку сразу мы закрываем чтобы она не сохла все таки это такая вещь ценная для нас подводка всегда делает глаз интереснее и работаем немножечко с нижней частью ласты с нижним веком наш если мы нарисовали четкую бровь нарисовали вверху линию еще добавим сюда ресницы а здесь оставим пустоту то у нас как бы выпадет из гармонии все если вы сюда добавили вы сюда должны добавить я люблю карандашики мне очень нравятся карандаши из серии за ван тоже очень хорошая серия профессиональная такой карандаш я сегодня возьму зелененький оттенок потому что мне подходит под одежду то есть более такого хочется теплого зелененького потому что не в кофточке что там желтенькое есть я провожу аккуратненькую линию в ресничках там не сильно аккуратненько но не довожу до конца то есть я чуть-чуть утончаю чем ближе к уголку глаза тем тоньше линия чем дальше тем она толще тут можно сделать два варианта можно стрелочку разделить так на две части то есть одна будет сюда другая немножечко сюда здесь можно поиграть стрелочками можно остановиться вот здесь а потом тенями затушевать как бы объединить две стрелки в одну то есть можно остановиться вот таким образом то есть и так и так и так как вот вам больше нравится посмотрите как больше вам идет так вы и делаете опять же зависит от того как у вас глаза посажены если они близко посажены то вам надо конечно стрелочки длиннее рисовать и акцент выносить полностью на внешний угол то есть сюда даже стрелочку не доводить если глаза далеко посажены то наоборот мы смещаем все темные акценты ближе к переносица так рисую второй глаз в следующий раз я вам покажу макияж тропиканка где мы будем использовать несколько оттенков теней чтобы как 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 с ними можно поиграть сделать интересный эффект не макияж далее я беру такую плоскую кисть тонкую плоскую беру тени потому что любой карандаш его нужно все-таки закрепить беру свою любимую палеточку видно что я пользуюсь она мне продать и в этот раз я возьму светлый зеленый оттенок теней и внизу растушую чуть-чуть прям по карандашу я аккуратненько чтобы в глаза не попадала закреплю зафиксирую карандаш и такой макияж будет держаться целый день и этими же тенями я чуть-чуть до соединяю со стрелкой чтобы не было такого разрыва просто тело голо тело вот то же самое второй глаз понемножечку то есть легче добавить чем убирать и удалять что-то поверьте мне не переборщите а вот сам уголочек глаза мы проходим со светлыми тенями то есть вот такая получилась картиночка то есть он не сильный макияж такой нежненький получается и нам остается здесь добавить тушь тушь на ресниц так сейчас секунду где у меня тушь тушь я люблю из серии зван как я вам уже говорила 5 в одном чудесная киточка тушь тушью работать вот так нельзя я просто часто вижу что девчонки как поршенечку работать вот мы крутим мы набираем тушь со стеночек тюбика вынимаем то есть ничего лишнего у нас здесь нету и начинаем красить с меньшей щетиночки с меньших щетиночек начинаем от основания глаза то есть ближе ближе к росту ресниц к началу роста ресницы так и аккуратненько поднимаем вверх для того чтобы не было разрыва как бы особенно у кого светлые ресницы чтобы не было видно что корни светлые а кончики черные то есть это не очень красиво тут же сразу реснички фиксируем то есть подняли чуть-чуть прижали здесь вам видно берем второй глаз тоже самое набираем тушь этот у нас чуть-чуть сохнет чтобы второй слой нанести видите как сразу заиграли глазки дать чуть-чуть реснички добавили и прям тоже сразу смотрим чтобы они нас нигде не склеились переворачиваем кисточку и длинными щетинками начинаем работать старым с первым глазом с которым мы начинали тут мы добавляем уже длинные толщины работаем с ресничками пушим их длинным не забывайте набирать тушь надо мне уже новенькую взять обновить где тушью надо пользоваться где-то два месяца максимум потом ее выкидывать потому что у туши идет самое большое соприкосновение со слизистой и могут заводиться какие-то микроорганизмы неприятные всякие штучки то есть вот первый готов второй у меня ресницы сейчас в таком состоянии непривычном что я делаю наращивание ресницы после того как сняла они немножечко все разной длины какие-то отрастают какие-то длинненькие сложно с ними работать немножко непривычно но куда деваться красота требует жертв хочешь какое-то время походить красиво и не делать макияж ну это кстати очень удобно в путешествиях да потом вот идет месяц расплаты но надеюсь что скоро уже все подрастут и будут равномерные и красим нижние реснички аккуратненько останется губки подкрасьте все подлазим в уголочки глаза чтобы не было пропусков распутываем если они густые где-то склеились макияж класс готов осталось накрасить губы 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 я накрашу просто блеском то есть я беру блеск тоже серии заван и получать такие перламутровые свежие губы а за счет хайлайтера они вообще так светится по контуру и выглядят более такие объемные пухленькие вот надеюсь вам было все полезно если есть какие-то вопросы запросы спрашивайте а мы сегодня сделали с вами то есть у меня была задача показать вам как легко и просто убрать темные круги под глазами и как с помощью стрелок сделать более выразительными глаза при этом используя минимум косметики минимум теней и карандашей всевозможных то есть легкий летний дневной макияж до встречи в следующих видео пока пока с вами была лилия донскова макияж